Итоги уходящего вторника Касается и молодежи, в городе продолжают работу диалоговые площадки Это возможность ребят, которые в будущем будут управлять нашей страной Что больше всего интересует парней и девушек Очищение или экстрим православные верующие празднуют крещенский сочельник Для того, чтобы очистить свою душу, надо прийти в храм О чем стоит знать перед погружением в купель А также единый налог, китайская помощь и дополнительное время Минобразование утвердило нововведения для ЦТ Каких предметов коснутся изменения Для них нет ничего невозможного Артур Зайцев и Игорь Бокий стали лауреатами спецпремии президента Спустя несколько дней звание заслуженной мастер спорта Паралимпийский чемпион получил вместе с серебряной призеркой Олимпийских игр в Токио Татьяна Горбач, о тех, кем гордится страна Он зажигает звезды, звезды белорусского спорта Артур Зайцев заряжает своих воспитанниц только на победу Ирина Курочкина, Ольга Хилькова, Ванесса Каладинска и Залина Седокова Бобруйская женская команда по вольной борьбе Одна из самых титулованных в республике Заслуженный тренер страны стал лауреатом специальной премии президента Белорусский спортивный Олимп Эта награда получена из рук главы государства Очень высокая честь для меня И высокая оценка труда моего и всего коллектива Который участвовал по готовности Ирины Курочкой Приходится очень много работать над собой И в профессиональном качестве Постоянно все меняется, правила меняются Техника, тактика Постоянно следить за ведущими спортсменами стран разных И делать какие-то анализы По анализу тренировок Очень многое время заниматься на деле Артур Зайцев личный тренер Ирины Курочкиной За бойцовский характер в спортивной среде ее прозвали Тигром Чемпионка Кубка мира Двукратная победительница Европы И бронзовая призерка планетарного первенства На ее счету и серебро Олимпийских игр в Токио Сравниться в скорости с Бобручанкой мало кто может В схватке Курочкина думает на несколько ходов вперед И моментально принимает верные решения На днях Ирина получила звание заслуженного мастера спорта Беларуси Эмоции она не скрывает Очень горжусь, что мне вручала глава государства эту награду Я всегда хотела быть заслуженным мастером спорта Сейчас горжусь и я рада, что удостоена такого звания Артур Евгеньевич для меня чуткий, отзывчивый, добрый, хороший Он для меня все Он для меня второй отец Это психолог, друг Бобруйская торпеда и плавательный феномен Так называют паралимпийцы Игоря Бокова Обладатель 10 действующих мировых рекордов Многократный чемпион мира и Европы На его счету 18 медалей, 16 из которых высшей пробы Последнее достижение 5 золотых наград на паралимпиаде в Токио На днях его копилка также пополнилась званием заслуженный мастер спорта Беларуси Плюс, как и Зайцев, Бокий стал лауреатом специальной премии президента Здесь отметили заслуги тех, кто проявил себя в минувшем году Получить такую высокую награду, как премия Олимп Тем более из рук самого президента Это очень большая честь Это очень приятно Это задаст еще своего рода энергии и мотивации На еще более усердную и дальнейшую работу Бобруйск издавна славится своими спортивными талантами Алина Максимова, Надежда Макарченко, Максим Петров, Виталий Осетский, Александр Родионов, Нина Савина, Андрей Козусенок, Дарья Наумова, Александр и Андрей Богданович И многие другие достойно представляют нашу страну на международной арене Каждый из них яркий пример Для беларусов нет, ничего невозможно Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Огненный след Утром на Жуковского произошел пожар Сообщение о возгорании спасателям поступило в 6.42 Пламенем была окутана хозпостройка Сотрудники МЧС оперативно справились со стихией В результате пожара уничтожена крыша, перекрытие и практически все имущество, что было внутри К счастью, пострадавших нет Причина ЧП устанавливается Второй энергоблок, новые ставки и гуманитарный груз Беларусь вновь получит вакцину из Китая Сколько доз доставят в страну? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Второй энергоблок БЛС начнет работу примерно в конце февраля-начале марта При этом его сдача может состояться уже летом Ядерное топливо загрузили в реактор еще в декабре Сделано это было в рамках этапа физического пуска К слову, атомную электростанцию в Островце возвели по российскому проекту Предприниматели будут уплачивать единый налог по измененным ставкам с 1 февраля Чтобы перейти на новую систему, нужно вовремя подать инспектору соответствующую декларацию При наличии электронной подписи это можно сделать через личный кабинет Что касается самозанятых, количество платежчиков за последний год увеличилось почти в 2,5 раза Беларусь вновь получит гуманитарную вакцину из Китая Всего на борту будет 3 миллиона доз препарата вероцелл и более полутора миллиона шприцев К слову, полный курс иммунизации прошли свыше 4 миллионов человек Министерство образования утвердило спецификацию централизованного тестирования Теперь у абитуриентов есть больше времени на решение заданий по физике и математике 210 минут вместо 180 Изменения начали действовать уже на втором этапе РТ Новогодняя атрибутика исчезнет с улиц белорусских городов до конца недели С главной елки страны уже снимают полсотни световых гирлянд и украшений Затем специалисты начнут демонтаж хвойных веток и металлических конструкций Этой зимой только Минск украшали свыше 30 хвойных деревьев и 117 километров гирлянд Слово «молодым» в Бавруйске продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию Перераспределение полномочий между органами власти, сохранение исторической памяти и традиционных семейных ценностей, здоровый образ жизни и не только Очередная встреча состоялась на базе медиахолдинга «Бавруйская житю» Участниками диалоговой площадки стали члены молодежного парламента Это возможность ребят, которые в будущем будут управлять нашей страной, поговорить с людьми, которые, скажем так, немного больше осведомлены в проекте Конституции Пообщаться на наиболее важные, интересные для них статьи и выработать, может быть, какие-нибудь изменения Либо просто, скажем так, более глобально и детально познакомиться с этими статьями Спикеры не только рассказали обо всех новшествах, которые планируются к внесению в Конституцию, но и детально их проанализировали, выслушали мнение каждого Таинство духовного рождения у православных – хрещенский сочельник Сам праздник отмечают походом в церковь и окунанием в купели В Бавруйске официально разрешено погружаться только в двух местах Там будут дежурить медики, водолазы и сотрудники Красного Креста О подготовке к традиции Карина Гуревич Уже в среду православный мир встретит одну из главных дат в христианском календаре – Крещение Господне Праздник отмечают походом в церковь и окунанием в купели Для одних – это традиция закаливания тела, для других – очищение от грехов Для третьих – возможность вспомнить события, описанные в Евангелии Часто всего люди заблуждаются, сами себя заводят в такой вот обман Говорят о том, что я пойду покупаюсь, но сейчас окунусь Все грехи, все, что я за год сделал, оно все слетает Это неправда, и сами себя обманывают Для того, чтобы очистить свою душу, надо прийти в храм, пойти на исповедь И не просто констатацию факта греха сделать, а после исповеди сделать изменение в своей душе В Сочельник следует соблюдать строгий пост и наводить порядок в доме Вечером можно сходить за освященной водой Стоит воздержаться от алкоголя Само крещение – это таинство духовного рождения К празднику делают прорубь, часто в форме креста В Бобруйске официально разрешено окунаться только в двух местах Возле грибной базы и на территории второй спасательной станции в шестом микрорайоне Окунаться в необорудованных местах – это крайне опасно для человека Нужно выбирать специально оборудованные места Плюс ко всему помнить, что с собой должны быть теплые вещи Тапочки, полотенца, халат, которые сразу позволят согреться человеку Согреться с помощью чая, не алкогольных напитков Ну и помните про безопасность детей, которым тоже не рекомендовано окунаться в ледяную воду В купеле лучше находиться не более одной минуты Неподготовленному человеку не стоит погружаться в воду с головой Имеются и медицинские противопоказания Самое простое – если вы чувствуете даже легкое недомогание, не испытывайте судьбу Не нужно доверять и распространенному мнению, что после крещенского купания нельзя заболеть Проруби уже готовы. Окунуться можно будет с 9 утра до 10 вечера Здесь же будут дежурить медики, водолазы и сотрудники Красного Креста В местах погружения установят палатки с отоплением Организуют полевую кухню с раздачей чая Будут продавать горячую еду Также подготовят автобусы, где можно переодеться А для прихожан двери храмов открыты всегда Взять с собой святую воду можно до позднего вечера Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360 Пир горой в ДК «Фондок» прошли праздничные гуляния Сотрудники Центра досуга и творчества разыграли действия по всем знакомому сценарию В дом пришли коляда, цыганка и молодой жених Гостей щедро угощали пирогами, салом, колбасами и блинами На нас костюмы, вот такие вот головные уборы, которые мы сами шили Они имеют историю, они имеют какой-то смысл Потом мы, конечно, накрывали стол, у нас кутья У нас даже, если обратили внимание, какая посуда Именно мы старались все подогнать по то, как было когда-то при наших бабушках В программе игры, танцы и песни Все как в старые добрые времена Издавна при ходу таких гостей ждали Считали, что они приносят счастье на весь год Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok